всем привет меня зовут лена добро пожаловать на мой рукодельный канал я начинаю свою новую вышивальную неделю и хочу я ее начать с отчета по одному совместному проекту он совсем небольшой можно так сказать даже он камерный это проект внутри нашего чата с девчонками мы кидаем кубик каждую неделю и процесс равной стороне кубика выпавший должен быть вышит в той норме которую мы себе сами установили для каждой она собственно своя собственная и сейчас я хочу отчитаться с проектом вышивальщица эта схема от химеры я сейчас ставлю вот здесь картинку как у меня выглядела работа на тот момент когда я ее взяла в работу здесь выше то чуть чуть больше 500 крестиков это та норма которую я себе выделила для того чтобы она меня не напрягала но я думаю что вышивальщица конечно будет вышиваться намного больше и быстрее потому что также я эту работу заявляю в своем совместном проекте большие и очень большие вместе с домиком правда я еще не подгрузила ни одной фотографии в свой на свой канал но обязательно это сделаю в ближайшее время ближайшие выходные и также выполню все нормы которые там нужно будет сделать с вышивальщицы пока все покажу наверное чуть позже если вдруг у меня будет на ней еще продвижение надеюсь что будет далее у нас был кинут еще раз кубик и мне выпал я не помню какой там выпал по моему пятеркой и под пятеркой у меня заявлен процесс сейчас я вот немножко подтягиваю чтобы он не развесал сильно заявлен процесс хранителя дивного сада но как я уже говорила в прошлом видео у меня соскользнула скользнул пальчик и я этого не заметила и процесс плавно переназвался в хранителей дивного сала не знаю где здесь сало но ладно пусть хранит безумно классная работа очень соскучилась по ней и хочу именно ею сегодня заняться тем более у меня есть это часика-два на то чтобы позаниматься вышивкой я уже пришла домой проверила и доделала уроки которые были недоделаны с младшей дочкой приготовила ужин прибралась полежала ногами вверх отдохнула и теперь я готова приступить к вышивке и также на этой неделе наверное сделаю небольшой анонс надеюсь очень надеюсь что мне удастся еще приступить вот к этой работе это душа природы от любого денег ой тоже хочу вышить здесь кое-что возможно такую большую норму себе надо будет установить потому что работа на самом деле не очень большая вышивается очень крутыми большими пятнами цветовыми конечно здесь будет очень много бэка вот здесь где-то будет выплывать сейчас картинка как она будет выглядеть правда это фотография с формулы рукоделия но если я найду я вставлю конечно с формулы а прямо такой хороший просто на формуле я увидела отшив и когда видишь отшив ты влюбляешься в эту работу потому что купив набор и увидев превью который представлен в этом наборе но там совсем не передает это превью ту красоту которая получается на ткани все сейчас я буду заниматься хранителями дивного сада чуть позже покажу что у меня получилось и так у меня прошло несколько дней точнее чуть больше недели и я готова показать что у меня вышивалась на на работах за это время я остановилась на том что у меня был выбран процессом недели совиный лес хранители дивного сада и я вышила 530 крестиков при том что норма у меня для того чтобы повышевать здесь не менее 500 крестиков я вышила если если вы уже забыли что я там вставляла в прошлом свое включение то у меня вышились вот эти какие-то элементы и большая часть вот этого оленя вышилась конечно хотелось бы намного больше уделить времени этой работе и подольше повышевать но к сожалению пока нет возможности как только будет возможность подольше сидеть за вышивкой конечно же буду пользоваться возможности следующая работа которую тоже я анонсировала в прошлом включении это забыла как называется душа природы душа природы и здесь у меня вышилась довольно много ну как много наверное не очень много я хочу сказать сколько именно крестиков я вышивала так как я вышиваю эти работы по саге вообще хочу сказать что последнее время я тут разошлась и практически все я начинаю вышивать по кростич саги и мне это нравится да немного здесь я вышила всего 387 крестиков но зато уже начала прокладывать бэкстич кое-где хотелось бы отметить вот эти нитки это металлик здесь целых по моему то ли пять то ли шесть цветов металлика в этом наборе вложено и он такой капризный так неудобно им вышивать и вот это конечно мне очень не нравится но здесь было бы выше то намного больше если бы в прошлый раз когда я брала эту работу я вот в этом месте ошиблась и вышив довольно большой кусок мне пришлось все распороть здесь даже видно вот эти крестики который короче здесь где-то сместилась и вышла не в том месте большой кусок я его весь распорола и что-то из распоротого уже вышила заново мне кажется здесь не все в этом месте выше то хотя не может быть я да здесь все выше то потому что я не стала бы прокладывать бэкстич если бы здесь что-то было не выше то дальше я перепяли эту работу и пойду немножко наверх это кстати уже у меня выше то лапа совы если посмотреть на картинку как это выглядит вот когти они так прикольно обыгранные листочками да тут сова в виде лист форма форме совы форму совы представляют листья где дерево так и еще что я хотела сказать да после того как я повышевал душу природы у меня не было еще никакого задания дано на процесс недели который у нас выбирается в чате по кубикам и я решила взять один из своих процессов которые очень давно уже не брала в руки а именно это ягодный венок это копия dimensions в исполнении джойс сандой нет амишоп амишоп вот я их постоянно путаю это амишоп здесь классные хлопковые нитки и этот набор я вышиваю по бумажной схеме хотя наверное нужно будет поискать какой-нибудь перри набор но мне наверное придется как-то его очень сильно сверять в общем я сфотографировала то что у меня было и сейчас вот здесь появится картинка что у меня было на момент когда я взяла эту работу в процессы и хочу примерно показать насколько я помню у меня вышелся довольно большой кусок вот такой и кое-где здесь даже бэкстич проложила какая-то ниточка тоже лежит бэкстич проложила и надо будет вот здесь тоже доложить до выкладывать бэкстич и уже переместиться полностью вообще я хочу сказать что какой-то он большой получается я не думала что он такой большой будет и ну ткани мне должно хватить потому что эту работу я начинала из центра помню что я начинала вот отсюда от птички вот от этой птички и шла вниз 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 и еще мне хочется прежде чем заканчивать вот здесь сверху закончить вот здесь место которое мне осталось здесь у меня все нитки брошены которые не дошиты вот это место до вышивать чтобы какая-то часть уже была немного готова чисто логически завершена но вообще очень красиво получается так и сегодня у нас среда 20 24 января и в прошлую субботу или воскресенье а не бросила нам кубик и мне выпало процесс под номером два а под номером два у меня лукас осенние птицы поэтому сейчас я буду приступать вот к этому процессу здесь у меня уже вышита птица и рядом с ней на вот этих всех растениях и сухоцветах проложен бэкстич поэтому я сейчас перри запяли и пойду вот в другую сторону вышивать у меня нет электронной схемы на эту на этот набор поэтому я можно наверное уже так сказать я мучаюсь вышиваю по бумаге но довольно хорошо идет эта работа потому что здесь большие цветовые пятна но иногда идет не очень хорошо потому что здесь встречается полукрест а он встречается вот например полу крест и крест она вышивается одной ниткой и приходится как-то разночки разные и приходится как-то себя контролировать в данном случае все я пойду повышевать а в конце видео расскажу о своих новых приобретениях в конце уже в самом конце когда будет конец видео о своих покупках о своих приобретениях и о своих впечатлениях этого месяца наверное уже и так буду заканчивать свои вышивальные недели по моему у меня здесь получилось уже целых две недели и хочу показать что мне удалось повышевать на прошлое на позапрошлой неделе всего подведем итог в прошлый раз вернее неделю назад кубик в нашей игре в вышивальном чате выбрал мне работу осенние птицы и я ей уделила наверное три вернее вечера и очень хорошо продвинулась а если посмотреть на то что у меня было на начало я вставлю сейчас скринтом на фотографию того что было на начало то можно понять что у меня очень хорошо вышелся вот этот кусочек и полностью сделался бы кон здесь был но еще вот этот кусок полностью отделался бэком также бэк был проложен на птички и птицы полностью готова и начать вот этот кусок это еще один цветок в правой части картины и я специально положила здесь превью вот так выглядит работа должна выглядеть это скрин из программы и он не передает красоту которая должна получиться и на днях у меня вышивальная подруга спросила сколько осталось на данной работе и я на бум сказала или около или пить половина или что-то около половины а сейчас когда посмотрела на то что мне реально осталось я вижу что мне осталось намного меньше чем половина визуально да потому что вот этот вот эти цветы у меня почти закончены и о том как я их вышивала и буду вышивать дальше я расскажу чуть позже мне осталось еще одна птица немного цветов и две бабочки и я думаю что это намного меньше вот эта часть чем та часть которую меня уже выше то тем более если учитывать что вот этот бэк который здесь на левой части он просто ужасный вообще хочу сказать что в этой работе бэкстич ужасен тем что он очень много цветовой тут очень много цветов бэкстича и я сейчас покажу кусочек схемы как они как этот бэк на схеме указан это просто взрыв мозга то есть вот он и темно-зеленый и светло-зеленый и причем здесь да здесь два цвета три цвета даже зеленого вот этот какой-то светло-светлый потом чуть потемнее самый темный голубой розовый красный бордовый оранжевый в общем здесь столько цветов что это просто какой-то взрыв мозга и вот как раз я покажу небольшой кусок схемы это набор от лукас и схема здесь черно-белая и так как набор достаточно новый насколько я поняла я не нашла на него сразу перенабор заказывать мне уже было уже не было времени потому что я этот сюжет начала в рамках осеннего совместного проекта у я на психеи но там он у меня не пошел потому что как раз таки меня сломал сломала вот эта схема хотя схемы лукас я люблю в принципе люблю черно-белые схемы потому что я их вот так раскрашиваю и у меня вот так хорошо идет она вам на момент когда я начала ее вышивать я совсем забыла о том что я вот вот таким способом раскрашивала и начала зачеркивать ручкой ну а когда уже с похватилась и подумала что хорошо бы сделать перри набор кому-то передать у меня схема уже подпорчена и в таком состоянии в таком виде и и конечно уже не примут в работу потому что значки не видны поэтому я продолжил вышивать по бумажной схеме и вернулась к раскрашиванию вот так и вот этот цветок у меня полетел уже намного быстрее так как я его начала раскрашивать схему раскрашивать брала какой-то значок полностью его отмечала вышивала потом следующее отмечала вышивала и очень хорошими приростами как раз вот этот цветок и вышелся но на данный момент я эту схему хочу вернее этот сюжет хочу отложить потому что уже был сыгран следующий кубик мне выпала другая работа и я ее сейчас покажу это голубые сойки отреолис сейчас я превью поищу нашла превью соек и здесь у меня выше то не очень много я даже могу сказать сколько точно 21 процента семь десятых потому что я нашла все-таки электронную схему на этот сюжет и перенесла все вышитое и уже продолжила вышивать именно по электронной схеме намного удобнее и я это признаю и не могу понять почему я раньше никак не могла это признать потому что кростич сага у меня находится в по владении уже лет пять а пользоваться я ею начала только месяца как три это очень непонятно потому что посчитайте сколько лет я себя лишала удобства и скорости возможно вот так же на этой неделе я брала в работу вот этот сюжет это андриана в кругу семьи я вышиваю его на оригинальной основе почему-то не стала менять сразу потом уже решила что не буду делать рестарт я люблю вышивать на аите тем более этот сюжет я буду если вообще буду оформлять то буду оформлять какую-нибудь прикладушку типа какого-нибудь мешочка и что-нибудь такое а туда у хорошо пришьется и канва ну аида она здесь не очень мне кажется а нет очень 14 каунда очень крупная но крупнее конечно бывает но мне нормально тоже вышивая по электронной схеме здесь я схему купила и быстренько перенесла прогресс и продолжила очень мне нравится вышивать именно по электронной схеме потому что схемы у андрианы кто если знает наверняка уже много кто знает это тоже вырви глаз тоже кусочек маленький покажу это просто вот что-то с чем-то и может быть я ошибаюсь но мне что-то такое помнится что некоторые схемы у андрианы предлагаются уже с вложенной электронной схемой но что-то наверно я могу ошибаться может быть я с чем-то другим путаю так что-то еще хотела сказать а еще я хотела похвастаться своим финишем знакомьтесь это капибарики это набор от дивной вишни мой первый единственный наверное последний набор от дивной вишни к сожалению а может быть к счастью мне ничего у этого производителя больше не нравится тем более этих наборов очень мало насколько я поняла раньше был их бум несколько лет назад и все поголовно вышивали эти наборчики но не именно конкретно этот а именно от производителя дивная вишня но тогда они мне не цепляли и сейчас не особо цепляют а вот в капибариков я влюбилась когда увидела их вышивальном чате и сразу же купила сразу начала и вот они готовы чудесный какой-то легкий сюжет я вышивала его на работе по утрам и в минутке когда у меня было свободное время и там же на работе в пятницу да по моему это была пятница или четверг четверг наверное я закончила капибариков и тут же их оформила задник входил в набор и я оформила простым канцелярским клеем карандашом ничего не стала туда вкладывать никаких магнитов вот таким образом он у меня и стоял на моем рабочем столе прям под монитором рядом с другой вышивкой хватит жрать от у аннушки вот так что вот так это все и и также расскажу о моих покупках вернее об одной моей покупки но она довольно большая я очень спонтанно созрела вернее я долго думала уже об этом но решилась довольно спонтанно быстро заказала быстрее получила и быстро ввела в эксплуатацию станок марта и надо сказать что я довольна до в то место в которое я предполагала ее крепить а именно у кровати чтобы сидя в кровати вышивать мне не удалось это этого сделать я не так видимо хорошо все просчитала но я нашла другое место другую тумбочку и может быть даже это и поудобнее на диване и все уже там себе настроила просто беру процесс прикрепляю я возможно сейчас буду вставлять фотографии как это у меня выглядит прикрепляю и даже могу вышивать когда дети засыпают с маленьким локальным светом очень удобно хочу рассказать какие у меня планы на следующую неделю так на следующей неделе конечно же я буду вышивать голубых соек вот этот набор у меня пойдет в она на следующей неделе в процесс также в процессе пойдет вот этот набор это метрика тоже мне надо будет найти превью от этого набора потому что я постоянно их куда-то убираю а потом пытаюсь найти и меньше не получается нашла так вот такой наборчик но дело в дело в том что мне его надо в принципе очень быстро продвинуть и завершить еще и успеть оформить потому что в субботу мы идем в гости и я бы хотела уже оформленную картину подарить мальчику так и на этой неделе их наверное еще возьму в работу пингвинов вот этих если хватит на них время времени все это все о чем я хотела вам рассказать спасибо большое что заходите на мой канал смотрите видео пишите комментарии делитесь своим мнением всем спасибо всем пока